здравствуйте уважаемые зрители рада вас приветствовать под парашютом под парашютом это значит под защитой экспертных знаний наших профессионалов и у нас в гостях полина павлова адвокат медиатор партнер юридической группы гришин павлова и партнеры полина здравствуйте добрый день лариса спасибо большое за приглашение на университетское телевидение для меня это большая честь быть здесь сегодня действительно рассказывать про очень насущные вопросы семейного права так как я уже более 15 лет занимаюсь именно этими вопросами и ко мне обращается большое количество граждан с различными проблемами я хотела бы сегодня осветить основные проблемы с которыми обращаются и показать как можно эти проблемы не допустить либо если уже эта проблема есть как ее можно легко разрешить я думаю что эта тема крайне актуальна в современных условиях когда мы все чаще говорим о важности семейных ценностей я думаю можем сразу приступить да давайте начнем обсуждать самые основные вопросы и наверное первый вопрос что такое брак и в чем разница между гражданским браком и официальным браком да действительно это очень важно понимать отличие сожительства которое не порождает никаких прав и обязанностей и когда пара вступает официально в брак регистрирует свои правоотношения в органах загса потому что на практике случается вот например в моей деятельности была такая ситуация когда пара жила достаточно существенно время вместе около 20 лет у них родился ребенок а уже девушка совершеннолетняя и так получилось что они не оформили свои правоотношения не оформили свой брак и супруг не спорка сожитель получается он болел и проживали не в его квартире которого которая была приобретена в его собственность и соответственно к сожалению когда его не стала стал вопрос о вступлении в наследство и так как женщина которая с ним проживала она не оформила с ним официальные отношения она не являлась его официально женой то получается она не являлась его наследником и в результате она не смогла вступить в права наследования и досталось все детям которые а потом продали квартиру и соответственно женщина должна была выехать из этой квартиры конечно иногда закон позволяет защитить такого сожителя и в суде нужно доказывать о том что этот человек который жил вместе достаточное количество времени находился на иждивение но к сожалению практика такая что это очень сложно доказать и поэтому это нужно понимать либо оформлять официальные правоотношения чтобы можно было как-то себя в дальнейшем защитить от этой ситуации и давайте тогда озвучим сразу какие все-таки юридические последствия вступления в официальный брак да нужно действительно понимать что когда стороны пришли к такому торжественному событию решили заключить брак официально нужно понимать что это не просто прекрасное событие как свадьба но это порождает определенные права и обязанности важным аспектом как раз является наличие совместно нажитого имущества то есть после того как пара вступили в брак если они приобретают в период своего брака какое-то имущество то она является совместно нажитым и что же такое совместно нажитое имущество это как раз то имущество которое делится у нас пополам да это нужно тоже учитывать обязательно а что такое совместно нажитое имущество это то что приобретено в В браке по возмездным сделкам, например, куплю-продажа, мена и иные основания. Но бывает исключение, что не входит в понятие совместно нажитого имущества, несмотря на то, что это, допустим, квартира была оформлена на второго супруга в браке. Это такие сделки, безвозмездные сделки, а именно дарение. То есть, например, родители подарили своему сыну, который находился в браке, квартиру. Будет ли она являться совместно нажитым имуществом или не будет? Являться совместно нажитым имуществом. Но так как это безвозмездная сделка, так как это дарение, то эта квартира не является совместно нажитым имуществом. И получается, если они подарили сына, то его жена уже не сможет получить половину данного имущества. Очень важный момент. Да, и еще важный момент, что не только дарение, но и наследственное правоотношение. Если получается имущество в наследство, то тоже эта квартира или иные объекты, они не являются совместно нажитым имуществом, и супруга не может на это претендовать. Но, как всегда, в законе из любого правила есть исключения, это нужно тоже учитывать. Например, квартира приобретена в браке по договору купли-продажи. Очень важно, за счет каких денежных средств эта квартира была приобретена. Потому что бывает так, что до заключения брака стороны живут вместе, например, в квартире супруга. Потом они вступают в брак, у них рождается ребенок, и, соответственно, необходимо увеличить жилищные условия. И что решает пара? Она решает продать квартиру добрачную супруга, и они покупают квартиру чуть больше. И, соответственно, за счет денежных средств от продажи добрачного имущества. Но у нас презумпция того, что все-таки эта квартира совместно нажит имущество. И если, не дай бог, что-то спадет не так, и супругам надо будет пойти в суд и поделить свое имущество, то, конечно, супруг, на кого была оформлена изначально первая квартира, он может в суде доказывать, что его доли в этой квартире больше, и тогда доли будут перераспределяться. Уже не 50 на 50, а, например, там 30% достанется жене, потому что все-таки денежные средства они вкладывали общие, да, а 70% супруг может получить себе от этого. От этого это тоже нужно учитывать. У нас, кстати, в практике была такая тоже ситуация, когда в период брака жена по договору долевого участия купила квартиру. Также она взяла часть денежных средств на покупку этой квартиры, как раз была внесена за счет продажи квартиры мамы. То есть оформлена была на маму, мама продала, и эти денежные средства были внесены. Там еще усложнялась эта ситуация тем, что брали кредит и еще выплачивали эти платежи в период брака. Очень сложная схема. На самом деле в судах это все очень сложно доказуемо. Нужно подтверждать различные выписки, цифры. И, кстати, если доказывать о том, что была приобретена еще добрачная квартира, то нужно показывать причину следственной связи. То есть не так, что ты продал квартиру, например, в 2020 году, а купил новую в 2023. То есть прошло три года, и сложно доказать, что именно за счет этих денежных средств. Поэтому я рекомендую в таких ситуациях, допустим, продавать квартиру, класть денежные средства на конкретный счет. Именно с этого счета, где нет никаких денежных средств, чтобы они не перемешались, да, и с этого счета оплачивать, допустим, другую квартиру, чтобы можно было всегда документально подтвердить причину следственной связи. Это вам еще один совет. Запишите его, да, крайне полезный. Да, еще хотела рассказать про одно исключение из режима совместного имущества, когда, например, есть квартира или дом, который оформлен на одного из лиц до брака. И потом, ну, бывает так, что они покупают эту квартиру, которая без ремонта, или, допустим, есть земельный участок, на котором ничего нет. Супруги вступают в брак и начинают либо строить дом на этом земельном участке совместно, либо делать дорогостоящий ремонт в квартире. Как мы всегда знаем, если ввязываемся в ремонт, это достаточно дорогостоящая история и длительная. Иногда это может составлять до более, там, более чем 50% от стоимости квартиры. И, соответственно, вопрос возникает, что будет с той квартирой, которая была оформлена на супруга до брака, но, допустим, в период брака люди сделали ремонт. И, конечно, есть такие, большое количество есть таких судебных споров, когда второй сожитель, супруг, да, он пытается доказать о том, что все-таки эта квартира является совместно нажитым имуществом. Потому что в период брака за счет совместных денежных средств производились улучшения этой квартиры, и что она реально подорожала в цене. Но важно учитывать, что если там в стороны идут в суд, и это обстоятельство доказывает, то, конечно, суд у нас не специалист во всем. Они назначают судебную экспертизу, которая покажет о том, что насколько увеличилась стоимость квартиры, и реально ли она увеличилась. И, кстати, важно для таких экспертиз, важно иметь документы, которые подтверждают о том, что производились такие расходы. Потому что часто клиенты ко мне приходят, и когда встает вопрос о том, что подтвердите документами, действительно ли в период брака делалось данный ремонт, они говорят, что у нас, к сожалению, документы не остались. И, конечно, это вызывает сложности с точки зрения доказывания именно в суде. Поэтому, если вы приглашаете к себе мастера, который будет у вас сделать ремонт, видимо, нужно, во-первых, официально оформлять возникшие правоотношения. Желательно все-таки какие-то документы сохранять. И, кстати, иногда, бывает, приносят чеки, и чеки, они имеют свойство выветриваться, потому что там краска, она не суперяркая, и через 10 лет ты достаешь тот чек, а у тебя просто белый лист бумаги. Поэтому, уважаемые зрители, еще один важный совет. Если вы делаете совместный ремонт, обязательно сохраняйте все документы с расчетом, что они вам могут понадобиться даже через 10 или через большее количество лет. Ввиду важности вопроса совместно нажитого имущества, давайте подведем некий итог. Что же все-таки является совместно нажитым имуществом, а что совместно нажитым имуществом не будет признаваться? Совместно нажитым имуществом является то имущество, которое приобретено в период брака по возмездным сделкам. Это купли-продажи, мены или если вы что-то доплачиваете за это имущество. А что касается, соответственно, несовместно нажитого имущества, то это такое имущество, которое приобретено по безвозмездным сделкам, к которым относятся наследование или договор одарения. Поэтому, если мне родители, например, в период брака подарили квартиру, я правильно понимаю, что в случае развода эта квартира останется в моей собственности, и мой супруг бывший не сможет на нее претендовать? Да, все верно. Если у вас будет написано, что эта квартира приобретена по договору одарения, то, конечно, здесь уже не будет стоять вопрос о разделе этого имущества как совместно нажитого. И у нас некоторые хитрые стороны иногда этим пользуются, потому что приобретают имущество хоть в браке, но на родители. А потом этот родитель может подарить это имущество своему сыну или дочке, таким образом исключить это имущество из совместно нажитого. А если, например, родители не купили мне квартиру, а родители дали мне деньги на приобретение квартиры, и я внесла эту долю как бы в сумму покупки, в этом случае квартира за кем останется? Да, кстати, важный момент. Здесь действительно родители часто могут подарить денежные средства на приобретение этой квартиры. Соответственно, для того, чтобы защитить эту квартиру, допустим, от раздела, я рекомендую оформлять данное дарение либо по договору дарения, либо как-то письменно оформлять в расписке о том, что данное денежное средство, они такого-то числа подарены. И чтобы именно за счет этих денежных средств был взнос, который можно было также предоследить документально, потому что не всегда есть, опять же, документы. То есть эти денежные средства должны быть положены на конкретный счет, и с этого счета в идеале квартира должна быть приобретена. Поэтому это еще один ценнейший, на мой взгляд, совет, да, потому что часто родители хотят помочь своим детям, но вот таких юридических нюансов не знают, а действительно лучше оформлять, видимо, как договор дарения. Да, в практике тоже очень много таких ситуаций бывает, когда стороны доходят до раздела такого совместного имущества, и опять же, стоит вопрос, а за счет каких денежных средств приобреталась эта квартира? И в суде стороны приводят в качестве свидетелей, папу, маму, которые говорят, что да, я подарил эти денежные средства, а суд спрашивает, подтвердите, откуда у вас эти денежные средства, допустим, там, папа, мама, пенсионеры. И существенную сумму денежных средств достаточно сложно подтвердить. Если они не подтверждают, то, конечно, к этому доказательство относится сомнительно, и свидетельские показания, они не могут применяться в данном случае. Я думаю, особенно актуален данный совет в современных условиях, когда у нас все больше молодых людей, например, я вижу, сразу после окончания вуза вступают в брак, и именно родители поддерживают молодую семью, дарят им имущество, машины, денежные средства. И крайне хорошо, что вы осветили юридические нюансы таких действий, потому что что будет в будущем, мы с вами не знаем, и лучше заранее предугадать, расписать все возможные сценарии. Да, все верно, и очень важно все подкреплять документами, потому что, к сожалению, это очень важно, и суд, и юристы верят в слово, заверенное подписью и печатью. Как происходит распоряжение общим имуществом супругов? Да, действительно, все, что у нас приобретено в браке, конечно же, супруги могут совместно продавать, что-то покупать, и, конечно, если люди хотят продать какое-то имущество, то любой нормальный, адекватный покупатель, он скажет, «Так, у вас имущество приобретено в браке, потому что я вижу, что там такого-то числа вы заключили брак, квартира приобретена уже позже, значит, является совместно нашим имуществом. Дайте-ка мне согласие второго супруга», потому что у нас, кстати, имущество может оформляться как на одного человека в браке, допустим, только на супруга, так и на супругу, например, или можно по долям оформить, или в совместную собственность супругов, вот, но если, допустим, оформлено на кого-то одного, хоть и в браке, то вторая доля, она как бы заложена там, презумируется, и поэтому, конечно, всегда требуется согласие на то, чтобы продать, и, в принципе, разумный покупатель, он будет это требовать. Согласие оформляется нотариально, и предоставляется в этом никаких сложностей нету, ну, и банки всегда просят, и другие люди. Но бывает так, что иногда тоже супруги хитрят, они могут продавать и распоряжаться даже совместно нашим имуществом, например, если оно оформлено на кого-то одного, там, на мужа, например, то он может пойти и продать, либо подарить кому-то, и у нас, в принципе, с точки зрения технической, для того, чтобы распорядиться этим имуществом, официальное согласие не нужно. То есть, так как у нас сделки регистрируются в специальном органе, этим занимается Росреестр, ты приходишь в Росреестр через МФЦ, подаешь документы, и Росреестр тебя не спрашивает, а где же согласие? Вот, поэтому все равно совершают данную сделку, они ее регистрируют. Но если действительно было произведено отчуждение без согласия второго супруга, и второй супруг не давал его, и даже не знал об этой сделке, он также может пойти в суд, защитить свои права и признать данную сделку недействительной. А, конечно, потому что эти права у него защищаются. У меня тоже в практике был такой случай, как раз, когда в период брака у сторон был приобретен земельный участок, они построили дом, то есть это имущество являлось совместно нажитым, но был оформлен у супруга. Значит, и потом он это имущество подарил третьему лицу, ну, какой-то знакомый своей, и жена об этом, к сожалению, только узнала, когда ее супруг умер, и уже мы начали вступать в наследство, и она увидела, что нету вот этого дома, нету земельного участка. И встал вопрос, а где же это? Мы запросили выписки, увидели, что произошло отчуждение договора дарения, согласия она свое не давала, и, конечно же, мы, несмотря на то, что супруг уже умер, мы пошли в суд, и от ее имени признали данную сделку недействительной, и вернули этот объект обратно. По причине отсутствия согласия? По причине отсутствия согласия, то, что она не в курсе, но тут тоже надо доказывать, что другой, одаряемый, не знал о том, что она была в браке, не потребовала это. Ну, то есть там много нюансов, конечно, но по общему правилу, конечно, все-таки защищаются права супруга, и можно пойти в суд, оспорить эту сделку и свои права защитить. А покупателю тогда как быть? Я сейчас смотрю с позиции покупателя, например. Да, с точки зрения покупателя, если покупатель хочет приобрести имущество, то, конечно, если он видит, что это имущество было приобретено продавцами в браке, то обязательно нужно просить согласия нотариально оформленное. А если я наткнусь на такого недобросовестного супруга, предположим, и второй супруг оспорит сделку, то чего мне ожидать? А если покупатель хочет приобрести имущество, и он видит, что это имущество приобретено в браке, этот документ для него является обязательным документом именно согласия второго супруга. Если такой документ по каким-то причинам вторая сторона не предоставляет, то, конечно, я рекомендую такому покупателю не ввязываться в покупку такого имущества, потому что, не дай бог, можно потом оказаться в суде, могут просто эту квартиру оспорить. Но бывают разные ситуации, бывает сложно установить, что этот человек находится в браке, потому что у нас же штамп в паспорте стоит о том, что брак заключен иногда. Ну и опять же, если мы говорим про недобросовестных лиц, то можно потерять паспорт, да, и когда при получении нового паспорта тебе не всегда ставят этот штамп заново. Поэтому не всегда покупатель, он может знать о том, что действительно сторона находится в браке. Поэтому в таком случае просим оформить заявление о том, что продавец, например, в браке не состоял на момент приобретения, не состоит на настоящий момент. Это тоже, так скажем, обезопасит покупателя, потому что он, по сути, запросил, проверил ему, значит, сообщили заведомо недостоверную информацию. Слушайте, как много подводных камней, как много полезной информации. Поэтому при покупке недвижимости тоже лучше обращаться всегда к специалисту для проверки документов. В том числе. Брак это не только имущество. К сожалению, браки иногда у нас сопровождаются и долгами. То есть мы сейчас поговорили, как идет распоряжение совместным имуществом. А что касается долгов, условно, если супруг нажил себе долги, должна ли я, как вторая часть этой семьи, тоже нести за них ответственность? Да, кстати, вот что касается долгов, тоже очень интересный момент. То есть мы говорим про вообще активы, там, квартиры, там, машины и другие активы, то, как я говорил, призумится, что это совместно нажитым имуществом, если приобретено в браке. А что касается долгов, важно понимать, что долги у нас не являются совместно нажитым имуществом, если не доказано обратно. То есть, например, если супруг хочет взять кредит какой-то, он идет в банк, банк его не спрашивает согласия жены, и, соответственно, жена не может знать о том, что, допустим, на ее супругу оформим какой-то кредит. Поэтому возникает вопрос, какой это стать, жена должна платить по этому кредиту. Но если мы говорим о судебных разбирательствах, то, если, допустим, этот кредит пойдет в суд информацию о разделе данного кредита, то тот супруг, который взял этот кредит, он должен доказать, что я взял этот кредит, но эти деньги пошли на семью. На семью были потрачены, но это, опять же, очень сложно доказать, если у него есть такая возможность это доказать, то, конечно, могут признать этот долг совместно нажитым и поделить пополам. Опять же, если мы говорим о том долге, который еще на момент того же судебного разбирательства еще не выплачен, и, конечно, можно взыскивать вторую часть долга уже с такого другого супруга. Но часто, например, у нас долги какие? Покупают автомобиль в кредит под залог. Тут достаточно легко проследить о том, куда пошли денежные средства. Но бывает так, что берут микрозаймы или потребительские кредиты, и потом могут взять кредиты на бизнес, потому что часто у супруга или супруги есть бизнес, и они вкладывают эти деньги не в семью, а в свои какие-то личные дела. И поэтому, конечно, почему второй человек должен отвечать по этому кредиту. У меня, кстати, тоже был в практике случай, когда делили такой кредит. Супруг взял в период брака потребительский кредит как раз и доказывал в суде, что эти денежные средства пошли на совместные, на семью, то есть они приобретали кухню для ремонта своей квартиры. Но тоже очень важный момент, как это подтвердить документально. Потому что, например, он взял этот потребительский кредит 1 декабря, а кухню они купили 30 декабря, то есть через месяц. И важно доказать, что именно за счет этих денежных средств, которые он получил по этому кредиту, была приобретена эта кухня. Потому что кредит ему выдавался на тот счет, который был его зарплатным. И у него уже были там денежные средства, и он расходовал еще другие денежные средства, и покупал другое там имущество, на какие-то свои нужды тоже тратил. Поэтому очень важно доказать, что именно за счет этих денежных средств пошло приобретение кухни. Ну, конечно, мы представляли интересы жены, и нам нужно было максимально это все опровергнуть. У нас, кстати, получилось, и суд отказал разделить данный кредит, потому что сказал, что вы не доказали, что именно на кухню пошел этот кредит. И поэтому здесь ваш совет, который прозвучал ранее, что деньги нужно класть на специальный счет, и именно с этого счета списывать сумму. Да, конечно. И, опять же, подтверждать документально, куда пошли денежные средства, на что они пошли. Это будет использоваться в суде в качестве доказательств. То есть, если, например, мой супруг, или давайте не мой супруг, а супруг моей знакомой возьмет микрозайм, и это денежные средства потратит на какие-то свои расходы, то в дальнейшем к супруге не смогут предъявить никаких требований, она не должна будет нести ответственность за это. Да, конечно. Если он вдруг захочет с нее получить какую-то часть этого кредита, то, конечно, ему надо будет доказать, что он потратил эти денежные средства на семью. Если он этого не докажет, то никаких вопросов к ней не возникает. Большое спасибо. И, опять же, с долгами не с долгами, с кредитами не с кредитами, есть еще одна очень значимая в современных условиях, особенно для молодых семей, тема. Это тема, связанная с ипотекой. Давайте обсудим, что нужно знать супругам, если они приобретают квартиру в ипотеку. Да, ну как раз ипотека это тоже долговые обязательства, это не микрозаймы, это, как правило, достаточно существенные суммы, которые люди осознанно берут в кредит и выплачивают достаточно длительное время. Тоже важен момент, когда берется ипотека, потому что бывает так, что квартира приобретается до брака на молодого... Я вступила в брак, уже имея ипотечные обязательства. Да, у вас, допустим, уже есть квартира, у вас есть уже ипотечные обязательства, потом вы вступаете в брак и продолжаете выплачивать обязательства уже в период брака. И встает вопрос, чья эта квартира будет, потому что, как правило, многие женщины говорят, что я работала за счет своих личных заработанных денежных средств и своей зарплаты, я вносила эти платежи, и поэтому эта квартира является только моей, и я не буду делиться ни с кем. Но на самом деле, опять же, презумпция того, что все совместно нажитые доходы от трудовой деятельности, в том числе, они являются совместно нажитыми, и поэтому считается, что вы вносите за счет совместных платежей. И как же будет делиться такая квартира при разделе? Исходя из того, что вы приобретали эту квартиру до брака, квартира является вашей личной собственностью. Но супруг при разделе данного имущества, он имеет право претендовать на половину тех платежей по ипотеке, которые были внесены в период брака. Это нужно иметь в виду. Им или мной? Вами в период брака. То есть, если, например, в период брака была внесена сумма миллиона рублей по ипотеке, то супруг может получить, что 500 тысяч рублей он может получить, взыскать. Не признать право собственности на квартиру, то есть он не получит в ней долю, потому что квартира была приобретена вами до брака. Только получают часть платежей. Но бывает так, когда супруги уже вступают в брак, в период брака они берут квартиру, берут ипотеку и потом выплачивают, выплачивают. И как же делить тогда такую квартиру? И, соответственно, такая квартира делится, конечно, пополам, потому что она приобретена в период брака. И даже если она была оформлена на супруга, значит, то жена, она имеет право получить одну-вторую долю в этой квартире. И, соответственно, если на момент раздела имущества этот долг не был погашен, то есть еще, допустим, какая-то сумма осталась, то она имеет право попросить себя, также сделать, возможно, со заемщиком и поделить эти долги пополам. И также продолжать платить, но уже от своего имени. Там тоже много деталей и нюансов, но такая практика есть, и мы так тоже делили такую квартиру в суде, когда вот именно в период брака приобретали квартиру и было оформлено на мужа. И он всю жизнь в свою период брака выплачивал, гасил платежи. Полностью сам. Да, и, конечно же, при разделе имущества такая жена, она пришла в суд и говорит, я хочу получить половину от этой квартиры, и я, в принципе, говорит, готова оплатить эту ипотеку. Да, и, конечно же, суду ничего не оставалось делать, как признать половину, одну-вторую долю ее в этой квартире. То есть не имеет никакого значения, с чьей банковской карты были произведены платежи и за счет чьей зарплаты. Да, все верно. С одной стороны, да, конечно, есть такой же момент, как, допустим, может быть, родители дарят уже денежную сумму, и эта сумма, она вносится в счет погашения этих ипотечных платежей. И можно, так скажем, пытаться так себя защитить, например, но не все это делают, и, конечно, как правило, привязывают один счет, как правило, это зарплатный счет, и с этого зарплатного счета у нас идет списание этих денежных средств, и, соответственно, гасится ипотека, и, конечно, за счет вот этих платежей идет погашение. Конечно, можно себя как защитить от такого момента. Если, допустим, ну, стороны вступают в брак, и действительно там только супруга гасит эти платежи по ипотеке, и она понимает на будущее, что если вдруг возникнет какой-то конфликт, то вот эта супруга, да, придет к ней и потребует какую-то часть, то я рекомендую, конечно, проговорить о заключении брачного договора, который сейчас у нас стороны тоже заключают. И, конечно, можно таким брачным договором обезопасить. То есть что нужно сделать? В брачном договоре нужно прописать о том, что конкретная квартира и все обязательства по ипотеке, они являются личными обязательствами, ну, той стороны, на кого это оформлено, или кто это оплачивает, и тогда можно спокойно уже безопасно для себя оплачивать эту квартиру, выплатить долг, ну, и спать спокойно. Таким образом, мы можем изначально до вступления в брак обговорить в соглашении, что квартира, которую мы взяли, за которую я там выплачиваю взносы, она сохранится за мной. Да, конечно, я рекомендую заранее это проговорить, это можно все оформить у нотариуса, и, конечно, это так поможет обезопасить супругов от неприятных ситуаций. Замечательно. А если мы коснулись такой интересной темы, как брачный договор, да, как вообще он оценивается у нас в стране? Потому что то, что я слышала, например, что не самое такое положительное впечатление, что у нас не очень распространена, в отличие от, там, иных стран, практика заключения подобного документа, ну, потому что для многих это кажется такое проявление недоверия к своему будущему супругу, да, что почему мы с тобой заранее должны обговаривать наши, там, имущественные права, как вот вообще люди относятся к этому документу. Ну, да, не все знают о том, что это такое, как это применяется на практике, многие боятся об этом поговорить, действительно. Кстати, да, тоже есть такой момент. Часто брачные договоры у нас заключаются, когда у одного из супруга есть какой-то бизнес, например, и бизнес-партнеры уже пытаются себя обезопасить, и они говорят, что мы готовы с тобой сотрудничать при условии, если ты принесешь, там, например, брачный договор о том, что, там, твоя вторая половина, она не сможет потом претендовать на ту часть бизнеса, да, потому что это может породить тоже неприятные ситуации и парализовать вообще, в принципе, бизнес. Поэтому тут может быть инициатива бизнес-партнеров по заключению, либо инициатива одной из сторон, когда действительно, например, одна из сторон хочет себя обезопасить и есть за что переживать, когда есть какое-то имущество либо добрачное, либо есть какая-то, вот, как мы говорим с вами, ипотека, да, и люди понимают о том, что может быть потом после заключения брака, что может быть неприятная ситуация, и они заранее это проговаривают и говорят, что вот относительно этой квартиры, как бы давайте заключим брачный договор, чтобы никаких там претензий, например, не было. И, в принципе, если вторая сторона пойдет навстречу, то ничто не составляет труда. Или, например, часто бывает так, мы живем в современном мире, в современной действительности, бывает у нас несколько браков, да, у сторон, бывают дети от разных браков, да, и, конечно, дети, они, если с точки зрения наследства уже говорить, потому что я занимаюсь еще и наследственным планированием, и бывает так, что брачный договор, он помогает защитить стороны от наследственных споров. Потому что, например, если супруги живут в браке, и, к примеру, та же самая жена приобретает эту квартиру, Она выплачивает ипотеку И считает, что это ее личное имущество Хотя на самом деле брачного договора нет И, получается, супруг может претендовать на эту часть То если, не дай бог, что-то становится с этим человеком То могут прийти наследники, дети, например, в виде бывших жен И пытаться получить долю из этого имущества Которое принадлежало, допустим, жене Я представляю, с какими спорами вы сталкиваете в своей практике Это же как снежный ком Семьи, которые там, или есть дети от предыдущих браков То я, конечно, рекомендую себя обезопасить Такие брачные договоры тоже заключать С точки зрения безопасности одной из сторон А что можно, что нельзя включать в этот документ? Например, можно ли в брачном договоре прописать Сколько раз в неделю я должна производить уборку Или как часто мыть посуду, что готовить? Слушайте, ну да, есть разные креативные условия брачного договора Мы про брачный договор все же слышим из фильмов, из сериалов, из книг, из желтой прессы И как будто бы в брачном договоре регулируются все аспекты взаимодействия супругов Давайте все-таки с юридической точки зрения разъясним, для чего этот документ Что в него включать, что в него нет смысла включать Да, обычно в брачном договоре все-таки прописывают имущественные права На тот случай, когда в браке находится или после расторжения брака Обычно это касается все-таки совместно нажитого имущества Или они разделяют, что является личным имуществом, что не является личным имуществом Что касается неимущественных прав, о которых вы говорили Помыть посуду или исполнить какие-то действия То в принципе это, конечно, можно включать Но как это на практике будет работать И как это применяется на практике Как можно обязать человека или доказать, что ты это конкретно не делаешь Например, интересный случай про заключение брачных договоров Когда включают условия, что в случае, если есть измена одного из супруга То все имущество переходит к второй стороне Как это применяется на практике Как можно в суде доказать факты измены У меня клиенты с таким тоже обращались И я говорю, ну пропишите тогда в брачном договоре, что такое измена То есть как это доказать, как это подтвердить Более того, если даже предусмотреть в принципе в брачном договоре Что, допустим, одному остается все, а другому ничего То нужно иметь в виду, что этот брачный договор может быть оспорен Потому что такой брачный договор он ставит в невыгодное положение вторую сторону Получается, что в период брака реально люди получили большое количество имущества Совместно нажили, вкладывали силы, деньги, средства А потом получается на выходе супруг ничего не получает И он может пойти в суд и легко оспорить данный брачный договор Да, и что касается еще брачных договоров, допустим, по разделу долгов Потому что часто брачный договор они используют для того, чтобы уйти от ответственности перед кредиторами Потому что кредитор это тот, допустим, банк, которому вы должны Вот есть, например, долг у супруга перед банком И банк для того, чтобы взыскать задолженность, он может пойти к обоим супругам И за счет совместного имущества получить компенсацию, оплату долга, так скажем И, соответственно, стороны это понимают Они пытаются себя обезопасить Заключают брачный договор, чтобы, допустим, у супруга ничего не было Значит, с него ничего взыскать нельзя А все передают супруге Вот, и не уведомляют кредиторы о том, что Уважаемый банк, мы заключили брачный договор Несмотря на то, что там есть долг Вот, пожалуйста, информируем, что теперь ты с супругой ничего получить не можешь Если они не информируют банк, то, конечно, банк может предъявить требования И для банка считается, что такого брачного договора нет Но если такой банк даже уведомлен То он может возразить, пойти оспаривать данный брачный договор Потому что, к сожалению, нарушают его права таким брачным договором Потому что без этого брачного договора он мог бы получить какую-то компенсацию А тут, получается, все отписали жене и как бы получить он ничего не сможет Пользуйте брачный договор для защиты своих имущественных прав Но не для того, чтобы обмануть своих кредиторов Но, к сожалению, некоторые браки у нас с вами распадаются И, как показывает, опять же, практика последнего года Когда мы с вами слышали о стольких громких скандалах и разводах Не всегда супруги могут цивилизованно этот конфликт разрешить Поэтому давайте поговорим о разводах Сложно ли оформить развод и как это сделать? Да, действительно, если стороны пришли к такому мнению, что они готовы развестись То, как говорится, с чего начать? Очень часто ко мне приходят клиенты с таким вопросом Конечно, я всегда рекомендую до развода понять, какое есть совместно ожитое имущество Как они предполагают его поделить Конечно, я всегда рекомендую заключать соглашение без суда О том, как произвести раздел совместно ожитое имущество Его поделить можно путем заключения брачного договора, если стороны находятся в браке Либо, допустим, заключить соглашение о разделе совместно ожитое имущество Ему можно заключить как в браке, так и после расторжения брака Эти два вида документа заключаются у нотариуса Также я рекомендую всегда решить вопрос по детям Если мы говорим, опять же, о добровольном разрешении спора О том, если есть в браке несовершеннолетние дети Нужно, конечно, сторонам решить, с кем останутся проживать эти дети И, конечно, второму родителю, который будет проживать отдельно от этого ребенка Какие-то гарантии обеспечить, как он будет с ним встречаться, общаться и проводить вообще время Ну, чтобы не было, опять же, злоупотребления правами Возможно, обговорить самостоятельно, ну, с привлечением специалистов Без обращения в судебные органы, правильно? Да, конечно, все эти вопросы можно решить без суда Путем заключения соглашений по имуществу Как я уже сказала, это используется в брачный договор Либо соглашение о разделе совместно нажитое имущество Если мы говорим про детей, да, то это можно тоже заключить Нотариальное соглашение, например, элементное соглашение Либо соглашение о месте жительства ребенка с папой, либо с мамой, да И о порядке общения ребенка со вторым родителем Если стороны такие соглашения заключают, то как бы все очень здорово Да, мы можем тогда идти, в принципе, в суд расторгать брак В принципе, мы можем идти в суд расторгать брак и без этих соглашений Но все-таки я всегда рекомендую этот вопрос обязательно урегулировать для понимания Даже если этот вопрос не урегулирован, сторона может пойти расторгать брак Брак можно расторгнуть, если стороны, опять же, добровольно решили это сделать И если нет несовершеннолетних детей, то вообще суперпростая процедура Стороны идут в ЗАГС или в МФЦ сейчас, да, и подают заявление о расторжении этого брака Если один из супругов не согласен, либо если есть несовершеннолетние дети То это только судебная процедура Она, в принципе, не суперсложная Готовится исковое заявление, подается в суд И в исковом заявлении указывается о том, что, значит, сохранение семьи невозможно И, соответственно, просят расторгнуть брак Если есть несовершеннолетние дети, то обязательно прикладывают скопию свидетельства рождения детей О том, что есть несовершеннолетние дети И после подачи искового заявления Его обязательно нужно направить второй стороне для сведения Суд принимает такое исковое заявление к производству Назначает дату первого судебного заседания Обязательно суд извещает вторую сторону, второго супруга О даче судебного заседания И уже на судебном заседании суд выясняет позицию сторон Согласна ли вторая сторона на расторжение брака или нет Если вторая сторона, например, вообще не в курсе В шоке от того, что пытаются с ним расторгнуть брак То есть право второй стороны, такого второго супруга Заявить ходатайство о зависимости срок на примирение То есть он в суде может сказать, что я хочу сохранить семью Уважаемый суд, дайте, пожалуйста, мне время какое-то Но у нас максимальный срок предусмотрен три месяца То есть суд вправе дать такой срок на примирение в течение трех месяцев И суд это время предоставляет И уже по итогам откладывают заседание на это количество времени, которое предоставлено Все приходят опять в суд Ну и суд спрашивает, ну и как удалось примириться или нет Если не удалось примириться, то, конечно, суд расторгает брак У нас рабства нет, да, и в любом случае, к сожалению, расторгают браки И уже потом получается решение о расторжении брака И подается в МФЦ тоже, в органы, ЗАГС регистрируется И получается свидетельство о расторжении брака После этого достаточно легкая процедура Достаточно легкая, наверное С одной стороны, но эмоциональная Эмоциональная, безусловно, но мы в рамках этой процедуры Тогда нужно понимать, что, наверное, параллельно Наряду с примирением и так далее Решается вопрос и раздела имущества Но, наверное, самый больной вопрос Это вопрос, касающийся несовершеннолетних детей С кем они останутся проживать Какие гарантии будут у второго родителя на общении с детьми? Можете немножко про это тоже поверить? Да, действительно, бывает очень тонкая, болезненная тема про детей Опять же, повторюсь, что я как медиатор всегда рекомендую Сторонам договариваться между собой С кем будут проживать дети, о порядке общения Чтобы детям было проще пережить расставание родителей Потому что на них, конечно, это тоже очень сильно откладывается В негативном ключе, как правило Соответственно, если они договариваются То я рекомендую заключать соглашение О месте жительства ребенка с папой Либо с мамой Потому что если такого соглашения нет То у нас у папы и у мамы равны права По содержанию и воспитанию данного ребенка То есть, к примеру, если даже без этого соглашения Стороны договорились о том, что ребенок проживает с мамой И мама, допустим, его ежедневно отводит в детский садик И разрешает отцу его забирать То у нас отец, он может прийти в этот же детский садик И забрать ребенка И, допустим, куда-то вывезти И никак он не нарушит права И это будет достаточно Ну, это будет законно Потому что он такой же, как папа, как мама Мама этому ребенку У меня, как раз, в практике тоже был такой случай Когда стороны, кстати, делили совместно нажитое имущество У них был жуткий конфликт, был жуткий развод Но они действительно не втягивали ребенка в данную конфликтную ситуацию И ребенок одну неделю жил у папы, вторую неделю жил у мамы И они там договорились, что ребенка отводят в детский садик Там кто кого как забирает И какой был шок у мамы, когда в один прекрасный день она пришла в этот садик А ребенка нет? Она спрашивает, скажите, а есть ли у вас соглашение о месте жительства ребенка? С кем проживает ребенок? Или, может быть, есть решение суда? На тот момент не было ни соглашения, ни решения суда И, конечно же, они ей объясняют О том, что раз нет документа Отец вполне мог ребенка забрать Отец забрал законно И здесь нет статьи похищения ребенка Поэтому, естественно, мы сразу обратились в суд С иском о восстановлении места жительства ребенка с мамой Но что касается именно той ситуации Потому что он проиграл судебный процесс по разделу совместного жительства И, видимо, он решил Отомстить Возможно, да, отомстить Он просто забрал ребенка И тогда уже было лето Это был конец мая Ребенок, он заканчивал, по-моему, первый класс И он на лето просто ребенка вывез в другую страну В другую страну Мы потом узнали, куда это Куда он его вывез? И вот 3-4 месяца он Ребенок отсутствовал И мама его не видела, да Пока мы вели все эти судебные процессы Да, он там представлял тоже интересы Он, конечно, наставил в суде Что место жительства ребенка будет установлено с ним И вот так, кстати, часто бывает в суде Когда, ну, понятно, что Папа, мама любят, да Своего там ребенка И они пытаются максимально сделать комфортно Слово Здесь в данной ситуации Папа и мама боролись за то Кто любит ребенка больше Вот И, конечно же, папа предоставил доказательства Какой он заботливый Как он там оплачивает секции Куда он вводит ребенка Что он там покупает И занимается с ними языками Ну, мама, соответственно, то же самое предоставляла И это очень здорово И, конечно же, суду тяжело принять действительно решение По таким делам суд может назначить Психологическую экспертизу Детско-родительских отношений Либо психолого-психиатрическую экспертизу Ну, это такая тоже отдельная история А позицию ребенка спрашивают? Да Что касается ребенка То у нас по общему правилу Ребенка могут спросить Если он старше 10 лет И, конечно, возникают сложности Как установить действительное положение дел Когда ребенок малолетний До 10 лет, там, 2-3 года И, конечно, при назначении таких экспертиз Привлекаются психологи Именно которые работают Да, с такими малолетними детьми Они проводят уже Исходя из возраста Какое-то психологическое обследование Как правило, это Какие-то тесты В игровой форме Допустим, могут попросить ребенка Нарисовать свою семью Да, то есть И ребенок, он рисует свою семью Там И психологи смотрят Что если, допустим Рядом с ребенком нарисована мама А папа, допустим Либо вообще отсутствует Либо он где-то находит совсем далеко Ну, как бы Они могут сделать соответствующий вывод Ну, конечно, любой психолог Который занимается Именно детско-радистскими отношениями Он всегда будет рекомендовать Что для ребенка важны Совместно Да, и папа, и мама И, конечно, это надо иметь в виду И не втягивать детей В конфликт Потому что на них это, конечно, сильно отражает Бывают разные ситуации Бывает, когда и родители там С уголовной судимостью И с психиатрическими заболеваниями Но это уже отдельная история Конечно, это все подтверждается справками Важно доказать, что Что, соответственно, это не угрожает Место жительства, порядок общения Не угрожает ребенку И учитывать это при проведении При разрешении таких дел Огромнейшее спасибо за комментарии И с разводом В том числе с определением места жительства детей Связан еще один насущный вопрос Это алименты Тоже такая тема на слуху Больная тема Кто, кому и сколько должен платить алименты Как здесь, что нам по этому поводу говорит закон Да, конечно, алименты Это тоже такая достаточно больная тема Конечно, когда стороны расходятся И ребенок остается с одним из родителей С папой, либо с мамой Ну, как правило, у нас в нашей стране с мамой И даже, в принципе, когда разрешается вопрос О месте жительства ребенка Все равно у нас презумпция того Что чаще суды оставляют с мамой Если не доказано, что Какой-то вред мама может нанести ребенку Нет каких-то существенных условий Почему ребенка нельзя оставить с мамой И, конечно, такие мамы идут в суд Взыскивают алименты У нас алименты можно взыскивать Либо в процентах В долях от официального заработка Опять же, если супруг, отец, например Официально работает трудоустроен Но не всегда это можно точно установить Не всегда есть возможность узнать На этот период, он работает официально или нет Ну, тем более, у нас теневой рынок занятости К сожалению, имеет место Да, 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 поэтому, как правило, идут в суды Взыскивают на одного ребенка Это одна четвертая дохода Там на двоих детей Там одна третья На троих детей и более, соответственно, 50% алиментов Взыскивают в судебном порядке И дальше уже через судебного пристава Происходит исполнение И пристав уже устанавливает Официально он работает или неофициально И уже считает, высчитывает те суммы Которые он взыскивает Он выясняет работодателя Может требование об уплате алиментов Отправить работодателя И уже работодатель перечисляет эти алименты Алименты уже родителю Вторая возможность взыскать алименты Например, если та сумма денежных средств Которая взыскивается в долевом отношении Она не хватает для покрытия каких-либо расходов Или, допустим, у отца непостоянный заработок Например, он индивидуальный предприниматель Или нетрудоустроен официально То тогда можно взыскать алименты В твердой денежной сумме Твердая денежная сумма Она, как правило, определяется Исходя из прожиточного минимума В том регионе, где проживает ребенок Не всегда он достаточно большой И если считают, что эта сумма достаточно маленькая То я рекомендую мамам Или отцам В зависимости от того, кто взыскивает эти алименты Доказывать свои расходы Которые они несут на ребенка Конечно же, эти расходы подтверждаются чеками Они должны быть систематическими Именно те затраты, которые несут на ребенка Но не все, конечно, расходы можно учитывать Потому что иногда расходы большие бывают маленькие И суд определяет, насколько эти расходы являются необходимыми И тогда может уже вынести решение О взыскании алиментов в твердой денежной сумме Большое спасибо И давайте в завершение уже нашей с вами такой Обширной дискуссии Обширной беседы, дискуссии Какая ответственность предусмотрена для недобросовестных Неплательщиков алиментов? Буквально в двух словах, что их может ждать? Да, конечно, когда у нас не плачиваются алименты То можно обращаться за привлечением к административной ответственности Там предусмотрен штраф Обязательно должна быть доказана тот факт Что неуплата алиментов является недобросовестными действиями И умышленно не уплачивает тот родитель Несколько раз лучше обращаться за такой административной ответственностью И если будет установлено, что это действительно факт есть Что есть постановление о привлечении к административной ответственности А такой второй родитель до сих пор не уплачивает То можно уже ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности За неуплату алиментов Такая возможность есть, законодательством предусмотрено Но достаточно сложно все-таки привлечь как к административной ответственности Так и к уголовной Потому что когда такой родитель, который реально злостно уклоняется от оплаты алиментов Он может найти какую-то возможность погасить хоть какую-то минимальную часть И уже будет считаться, что он не является недобросовестным неплательщиком алиментов Но если все-таки у нас есть такие родители, которые не платят долгое время эти алименты То можно ставить вопрос о лишении такого родителя родительских прав Такие ситуации есть Это очень сложный процесс Но такая возможность предусмотрена За неуплату алиментов суд может лишить родительских прав Мне кажется, у вас столько информации, что нам нужно вас пригласить просто на еще один подкаст Потому что мы тут уже затронули тему лишения родительских прав Правда, еще одна очень такая злободневная тематика Но время наше подходит к концу Или точнее уже даже подошло к концу Поэтому, уважаемые зрители, напомню Что такая полная, очень интересная беседа у нас сегодня прошла с Полиной Павловой Адвокатом, медиатором, партнером юридической группы Гришин, Павлова и партнеры От меня вам совет Безусловно, любите друг друга Надеюсь, что те советы, которые вам озвучены были сегодня Вам все-таки не понадобятся Но если понадобятся, то вы теперь просвещены в этих вопросах И давайте, Полина, я, наверное, завершающее слово вам дам Буквально пару предложений, что вы посоветуете нашим зрителям Да, действительно, я всегда рекомендую в качестве медиатора Решать все спорные моменты миром Потому что, если мы переходим уже в судебную плоскость То нужно понимать, что вы передаете разрешение таких важных вопросов Семейных вопросов по детям, по своему имуществу На рассмотрение, на решение этого вопроса третьему лицу И если вы договариваетесь между собой То в такой ситуации оба И одна сторона, и вторая сторона Находятся в ситуации win-win, победившие А в суде у нас так получается, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает Поэтому я всегда рекомендую договариваться миром Чтобы обе стороны были в выигрышной ситуации Большое вам спасибо Спасибо вам тоже большое, уважаемые зрители До свидания До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому